Очередной наш пятничный эфир под зарядкой имана. Хазрат, сегодня тема очень щепетильная, очень тонкая. Хотелось бы поговорить о том, как мусульманам вести себя в нарастающем потоке туристов. Туристы приезжают в мусульманские страны в огромном количестве, в Турцию, в Эмираты, в Египет. И сейчас уже огромное количество туристов поехало в мусульманские республики России, в Чечню, в Дагестан, в Крыму, где много мусульман проживает, в Татарстан. И обычные места проживания мусульман, где никогда не появлялись люди далекие от ислама, во многих даже селах отдаленных, деревнях, на берегу моря. Сейчас большое количество туристов, которые ни о каких нормах поведения в традиционном мусульманском обществе представления не имеют. Вот как должны вести себя мусульмане, Хазрат, при соприкосновении с большим количеством немусульманского населения? Как вел себя пророк Мухаммад, мир ему благословение, когда соприкасался с большим количеством немусульманского населения? Вопрос очень важный и тонкий, потому что сегодня в мусульманских республиках раздаются голоса о том, чтобы вообще закрыть туристическую тему, чтобы вообще никого не пускать. Но мы же не дикие люди, мы же не в джунглях живем, мы же не закрываемся от окружающего мира. Но правила общения, взаимоотношения с немусульманами так, чтобы не обидеть наших гостей, и в том числе, скажем, не принести вреда традиционному укладу жизни, который сложился в мусульманских регионах. Что могли бы Вы сказать из примера, из практики пророка Мухаммада, мир ему благословение, и его благородных сподвижников? Это будет доволен. Бисмиллахи рахману рахмиму, ассалату ассаламу айля набиину, мухаммадин, айля алихи, ассаляму айликум, ассаляму айликум, арахтуллах, баракатум. Еще раз, шейх Руслан, уважаемые братья и сестры. Алхамдуллах, наша религия, ислам, она не строится на чувствах, не строится на разуме только, да, как мне кажется, как мне хочется. Алхамдуллах, ислам, он строится на конкретных доказательствах из Курана и Сунны пророка Мухаммада, саллаху айлихи, ассалям. Аллах, субхану айля, говорит в Куране, говорите людям все благое, все хорошее. То есть всем людям, не говорит Аллах, субхану айля, только мусульманам. Также Аллах, субхану айля, говорит, Скажи моим рабам, пускай, говорит, они выбирают лучшие слова, не просто хорошее, а самое лучшее, самое прекрасное, то есть для всех людей. И Аллах, это именно, если посмотрим в Сунну пророку Мухаммаду, саллаху айлихи, ассалям, как он относился. Давайте возьмем даже более глубже, не только относился с другими конфессиями, а даже как относился с врагами. Тогда уже что говорить, как нужно относиться с другими людьми, с другой религией. Пришли, от Айши, приводится, что пришли к пророку, саллаху айлихи, люди, которые не любили его, и сказали, Ассаляму айлих, смерть тебе, желанием смерти. Айша, рода Аллаху аня, подумала, что пророк, саллаху айлихи, не услышал, не понял. И тогда она ответила, заверновала посланника Аллаха, саллаху айлихи, ответила за него и сказала, Алейкум ассаму аляна, вам, говорит, смерть и вам проклятие. И пророк, мухаммад, саллаху айлихи, удивился, посмотрел на нее, разозлился, фиасахин бухари, и разозлился и сказал, Махляния Айша, Махляния Айша. Подожди, подожди, куда ты торопишься, Айша, что ты говоришь? Это не понравился, ответ Айша, рода Аллаху аляхи, саллаху айлихи, и тогда сказал пророку, мухаммад, саллаху айлихи саллаху айлихи. Инна Аллаха, рафиқ уамра би рифқи, и ва а clown hi beste армыстан. Говорит, поистине Аллах, саллаху айлиху айлих, он добрый, и повелел, и любит добро во всех делах. Тут задается вопрос, даже по отношению к врагам, не то, что по отношению к мирным населением, даже по отношению к врагам, саллахов айлихи, саллаху айлихи. Был у пророка Мухаммада, один из его хадем, слуга, который служил пророку Мухаммаду, был иудеем, и когда он заболел, был гуляем, был молодой мальчик, то есть это не какой-то такой, знаете, взрослый, не какой-то чиновник, не какой-то там все времена, не какой-то поставленный человек, обычный мальчик, и он заболел. И тогда пророк Мухаммад сказал, давай его навестим, и когда пошел навестить его, то есть опять же посмотрите, какой пророк Мухаммад, посланник, будучи пророком, будучи на сегодняшний день президентом страны, то есть пошел навестить молодого мальчика, который заболел иудеем, и подошел, и он уже был при смертном состоянии. Пророк Мухаммад знал, это и положил голову ему на руку, и сказал, прим kurislam. И этот мальчик смотрел глазами на своего отца, хотел посмотреть, тоже опять же адепт, и этому мальчик с своим отцом смотрел, что ты скажешь, папа? И вот сейчас промолчал. Потом опять он говорит, ягулям, прим kurislam, у мальчик. И тогда он посмотрел на своего отца, и вот я сказал, ати' абуль Qasim. Послушай, абуль Qasim, и сказал. если посмотреть много таких примеров даже и бедуин который зашел мечеть и начал мочиться в мечети я к чему это подвожу то что бывает то что мусульмане говорят они неправильно кто-то видео где-то может кто-то шортах пошел это что-то там плохое слово сказал или где-то там человек может быть там не мусульманин который не знаком с мусульманской средой делать какие-то вещи которые не присущи мусульманам вот пример жизни просто лаварить салам зашел бедуин мечети начал мочиться сахабы хотели его остановить пропускал рассказал дам оставьте его пускал закончен опять же из мудрости про кому хам салам почему оставьте мечеть пускай закончить там мочиться в самом чистое что если установить он вы получить некий искус мог бы испугаться заработать другую болезнь и еще больше намочить и когда он закончился повелел богатым сахабам таким чтобы взяли воду и налили на то место куда намочился и после этого опять же чтобы опустить некого этого скамере и прошла молиться на подошел и сказал ему дальше следующие слова поистине мечеть не для того чтобы мочить мечеть для того чтобы поминать аллаха чтобы делать дуа чтобы делать поминание аллаха и на что он это бинул сказал я прошу аллаха чтобы он смелился надо мной и над тобой и больше не над кем и принял ислам самая большая страна шейхер слан индонезия индонезия вокруг него малайзия 200 более 200 миллионов мусульман там живут опять же как туда ислам пришел не через меч а пришел через 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 благой нрав когда наши братья земли до сих пор им идет награда сколько миллионов там мусульман живут именно через благой нрав и вот это вот я бы хотел призвать всех мусульман чтобы они показывали благой нрав мы каждый на нас смотрится не мусульманин как на ислам не просто как на мусульман я отвечаю за религию мне все на себя ношу ответственности дорогой возврат вы очень хороший пример привели потому что многие мусульмане выступает с критикой в адрес туристов города они ведут себя неподобающим образом да они пачкают они там в мечетях ведут себя неподобающим образом уже сейчас вы знаете махачкалинскую джума мечеть начали посещать туристы им выдают сейчас как в стамбульских мечетях такие накидки балахоны чтобы они могли зайти посмотреть и даже этот шаг вызывает разногласия в дагестанском обществе стоит так делать не стоит стоит заводить туристов показывать им красоту внутреннего убранства мечети там красоту поклонения мусульман или не стоит и на эти вопросы нам нужно дать ответы чтобы мусульмане реагировали должным образом и вот те примеры которые вы приводите из жизни пророка махамада мир во благословение они помогают нам понять как относиться к тому поведению немусульман которое ну не принято скажем мечети или в местах проживания мусульман и я так понимаю что основной смысл когда мы взаимодействуем с немусульманами сделать так чтобы они после этой встречи ушли с еще более лучшим представлением о мусульманах об исламе нежели они были до этого то есть они с интересом приезжают смотрят а как а что вы здесь делаете как вы здесь живете и тут вдруг они видят со стороны мусульман что или агрессию в одном случае или отторжение или же наоборот мягкий нрав гостеприимство радушие и причем такое радушие такое гостеприимство такую мягкость который пленяет сердца который не может оставить сердце в прежнем состоянии от которого они уже не могут спать спокойно понимая что где-то в мире есть такая степень благочестия такая степень радуши такая степень мягкости которые никогда не встречали своих городах проживания очень правильно говорите то есть хотел бы еще привести хадис пророка мухаммад саллаху алиссалям посланник аллаху алиссалям сказал хатибу нас алякадри укулихим обращайтесь к людям их разум то есть ребенок который например скажем что-то сделал там неправильно или там где-то намочился там там скажем больше его бить не больше потому что у него нету знания не понимает то же самое я помню когда наш шейх мухаммад арифи когда мы учились люди он рассказал я поехал в африку по разным странам видел и говорит вообще есть люди которые вообще не знаю что такое ислам нет то что культуру ислама что такого сейчас вам такие люди тоже есть я вот удивился поехал в африку и сидим в 1 кафе зашли кофешоп и зашел один официант я хотел спросить знаешь ли ты что-то про ислам что такое сломание не знаю и потом дал ему опять говорит примерно выбор что давай по дому вместе я тебе дам выбор ислам ты думаешь это машина марка машины или ислам это гостиница такая есть в европе или ислам это звезда или ислам это религия или ислам это имя человека он говорит подумал я наверное думаю это машина говорит есть марка toyota ford ислам mercedes есть люди которые ничего об этом не знают и к ним нужно как детям относиться и объяснять параллельно этого из не то что даже далеко не уходить если в историю у нас одна женщина в мечети пришла можно попросить чтобы вы ее зовут зульфия вроде бы им было татарское имя можете дуа сделать помолиться за моего она так сказать помолиться за моего папу который умер был мусульманином и за мою маму подождите говорю мама мусульманка папа мусульман да вы я христианка я говорю что случилось платки все пришла в хиджабе я думаю мусульманка я как так случилось что папа мусульманин мама мусульмана и заплакала мега сама них не хочется про эту тему говорить но потом когда им с ней разговорились начали объяснять себя сделать смягчать сердце она говорит восемь лет назад я у меня умер ребенок и в одной мечети что татарстане я побежала говорит по зову сердце побежала говорит хотела помолиться богу помолиться аллаху не знала как это делать не было мечети хотела обычно когда у человека испытали ну хоть хочет приблизиться к аллаху спана и зашла говорит и меня выгнули из мечети то что я не взяла платок как раз была молитва намаз ты как ходишь там не уважаешь как часто бывает когда люди мы видим опять же мечети даем там хиджабы заходит мечеть но они не то что они приходят хотят издеваться на мечети нет они не знают они не понимают что они вообще что какие правила и так далее и пришла и выгнули год иди отсюда говорит больше так всегда не приходи я убежала со слезами у меня и так больно и отсюда из дома всевышнего я пошла в церковь там меня приняли крестили я приняла вот это вот субханаллах от чего это как бы я говорю в исламе не так это человек который прогнал это низ охлякая ислама это не задавь ислама он должен был вас признать обучить а что самый легкий иди отсюда и прогнал опять же аллаху амин это как часто люди не задумываются об этом поэтому субханаллах давайте посмотрим на там ульябис аллаху алисалям был такой сахаба с ума на бенюса с ума на бенюса это сподвижник который принял к ислам опять же опираясь на как прокомúa когда он нарочно знаете сделали тоже у расчит土 изличники делал fa miru но делали умру были некий херки яд некие языческие там у них и поклонения когда они например говорили когда мы на отече нед disorder надо 23 когда шарикали коли коли scope это были крося рик или секунг хуаля то есть fat trabajando такой а сначала кроме с утверждением , то есть были некий у них такие формы обращения к аллаху языческие и он когда шел и значит на сегодня это город ряд с этой страны шел в сторону хотя за сторону мекки чтобы совершить совершить паломничество и малый полон что умру и мимо медины когда приходил взяли его за хабы поймали вас ахабы и взяли его в плен привязали к мечети пророку мухаммад салам алиса прошел ларисам каждый раз когда проходил мимо него спрашивал это с врагами такое отношение был у паса николаса даже с врагами не то что смирно людьми спросил салон за мады андик я сама могу что ты хочешь мне сказать о сумме на что он сказал интерфу они карим в интерфу не факту не задам ты меня простишь то простишь того который щедрый то есть намекает я тебя отблагодарю но если ты хочешь меня убить опять же показано мужество арабов то убей меня как только проливая кровь то есть даже не задумываясь об этом то есть убей меня тогда про салон оставлял его шел мечеть на следующий день возвращайся на за андик если на что у тебя тот же самый ответ если ты меня простишь я тебя отблагодарю если ты меня убьешь то убей и также на следующий день и потом прошла сам сказал отпустить его пускай идет потом когда отпустили он говорит хочешь денег я росла хуя мухаммад хочешь 0 огурки день чего не хочу тебя освобождаю он вышел из медины взял гусель и вернулся обратно в медину и сказал я свидетель что нет бога достойно поклонение кроме аллах и ты послал январь и после этого сказал самое лицо которое я ненавидел было то лица самое ставлю тот город который я не любил твой город бэт var лиги самione при grade religio было ко мне но сейчас нет более любыми религии чем твой религия нету более любимый гордо чем твой горды нету более любимого лица на которые были посмотрел чем твой несколько слайд рахун лад и потом обучили права на барр и он пошел в мягкую перри это первой к Water virtual И тогда, когда вы увидели Курашито, а он был, знаете, если на сегодняшний день сравните, это был как министр сельского хозяйства, он отвечал за пшеницу, отправлял хлеб, и тогда он сказал, ты принял ислам, все увидели Курашито, что ты говоришь, да, я принял религию Мухаммада, и сегодняшний день я вам ни одного зернышка не отправлю. И тогда они писали письмо, враги, посланник Аллаху в Мекке, писали письмо Мухаммаду, дай ему, попроси его, чтобы он отправлял нам хлеб, и порок сказал, отправляй им еду, это по отношению к врагам, а что же говорит по отношению к другим людям, поэтому вот это вот посланник Аллаху. Дорогой Хазрат, у меня вопрос еще вот такой, мы знаем, что туризм в мусульманские регионы, в теплые мусульманские регионы, связан с большим количеством раздетых женщин. Хотим мы того или нет, в наши регионы это приходит, потому что такова государственная программа развития внутреннего туризма и так далее, и так далее. Сегодня это появляется в жизни мусульман. Пророк Мухаммад, мир ему благословение, из-подвижники, насколько я знаю, вы можете подтвердить или опровергнуть Хазрат, в Мекканский период сталкивались с большим количеством обнаженных людей, язычников, которые совершали даже талаф вокруг Кааба. Каков был адаб мусульман по отношению к людям, которые не скрывают свой оврат? Габдуль-Баср. Именно, тут именно некая муджахида внутри такое, это убирать свой взор. Убирать свой взор и беречь это. Поэтому, субханаллах, через взор, потом заходит в сердце шайтан. Поэтому здесь нас, Аллах, как раз, Аллах, нам отправляет, чтобы испытать нас, проверить нас. И именно, субханаллах, не то, что даже, субханаллах, не то, что даже сейчас, и даже здесь, везде, и даже на телефоне везде, в интернете заходит, реклама какая-то, даже вот, вчера у меня чуть сердце в пятки не ушло, когда мы закончили вебинар, и мне пишут, шейх, там какая-то девушка у вас на экране вышла, там это, без хиджабы, там кто-то пишет, там, голая девушка, да не голая, просто бесплатная. Я говорю, астахуаллах, что такое, я там программистам звоню. Они говорят, это не наши, говорят, это там система платежная, когда выходит, там у них это какого, выходит автоматически с этим, я, субханаллах, ты везде сейчас где не откроешь, везде, харам, везде, это, но здесь нас, Аллах, смотри, проверяет, поэтому мы должны беречь свой взор, и, смотри, но постороннему человеку, там, грубо сказать, никто не имеет права, там, приехал турист, муж, женой и так далее, и человек прохожий там ругает, и что-то говорит, у него нету, пророксалаллах, алейсаналлах, сказал, тут тоже есть правила, тут тоже есть правила, которые не опирается на наш разум, на наши чувства, опирается на сумму пророксалаллах, алейхи вассалям, кто из вас увидит мункер, какой-то грех, храм, порицаемый, порицаемый, то пусть изменит это рукой, рукой имеется в виду, кто, ученые говорят, или правитель, то есть он может, например, остановить это, чтобы так, в наш город так нельзя заезжать, есть правитель этого города, селения, или отец для своих детей, муж для своей супруги, его можно остановить рукой. Ну, те люди, которые обладают легитимной властью, так скажем. Второй языком, языком это кто это, человек, у которого есть, например, возможность сделать какое-то, опять же, языком красивым, хорошим напоминанием, то есть правильное взятие, с мудростью, это тот, у кого есть, например, дружеские отношения. Третий, с сердцем, то есть если нет возможности, то ты сердцем как бы будь, тебе не нравится, это то, что, например, человек открыл аурад и так далее. Но, опять же, будет неразумно человеку, например, объяснять, который не знает, не знаете единобожие, не знает, например, сразу, например, я помню тоже один брат, когда одна сестра приходила, там, у нее нет понимания, там, еще в единобожие, в акиде, нет понимания, она еще не молится, там, не читает намаз, и один брат увидел у нее там каблуки, начал с этого делать, да, вот нельзя на каблуках ходить и так далее, то есть нужно вначале построить фундамент, потом первый тоже и так далее, и это, опять же, из методики пророка Мухаммада, когда он управлял Муазы бен Джабеля в Йемен, он что сказал, тогда уже мусульмане молились и выдавали закат, он не призвал к намазу, он сказал, тогда им уже обучи, что Аллах повелел им пять раз день молиться, про закат ничего не говорит, когда уже начнут молиться, объясним, то, что Аллах повелел давать закат, выплачивать закат, который берется от богатых и возвращается к бедным. Машалам. Дорогой Хазарат, можно я подведу итоги? Первое, как я вижу, как политолог с экономическим образованием, с точки зрения мусульманских республик и с точки зрения даже мусульманских стран, на поток, большой поток туристов, которые хотят отдыхать, которые хотят провести лето на берегах теплых морей, мы можем ответить очень системно, развивая халяльный турист. В Малайзии он развивается, в Турции он развивается, в Эмиратах развивается. Когда предоставляет возможность отдохнуть с семейными парами, когда есть пляжи, где могут, я не знаю, уединиться женщины, есть пляжи, где могут семьи уединиться, есть возможности, созданные в отелях. Вот в наших республиках мы могли бы сегодня, наши бизнесмены, могли бы предложить халяльный сервис, который позволяет туристам максимум удовольствия получить, отдохнуть, позагорать, но при этом создать такие условия, чтобы они не, допустим, не отвлекали большое количество местных мусульман. Допустим, сделать пляжи более закрытыми от глаз проходящих людей, сделать на самих пляжах какие-то отдельные зоны для семейных, для молодых людей отдыхающих, для групп девушек, которые отдыхают. Это сегодня то, что мы в силах сделать. Сегодня на это будет спрос. Это первое. Второе – это поведение каждого отдельного мусульмана. То есть когда он соприкасается с неприкрытым ауратом, когда он соприкасается с грехом, первое, естественно, это уберечь свои глаза, уберечь свои взоры. И второе – тот пример, который вы привели, позиция пророка Махаммада, мир благослови, рукой, значит, словом, сердцем. Это красивый ответ мусульман на, скажем, то, что не соответствует его религии, приходящей в его жизнь. Оно многих поколений мусульман коснулось по разным причинам. Были крестовые походы, были переселения мусульман в немусульманские страны, был вот сейчас идет поток туристов. Это каждое поколение подвергается каким-то испытаниям. Вот наше поколение подверглось этому испытанию, как мы должны на него отреагировать. И, наконец, третья реакция, третье поведение мусульман – это настолько красивый нрав, настолько красивое терпение, настолько большой радуши и гостеприимства по отношению к приезжим, чтобы они уезжали отсюда просто пораженными. Ведь мусульмане пленяют сердца, именно когда показывают такой нрав, который люди никогда не видели. Никогда в их странах, в их городах, в их деревнях, в их областях, регионах никогда не видели такой радуши, такую искренность, такую кристальную чистоту сердец. Если мы сможем это показать, это испытание обернется для нас еще большим благом. Потому что огромное количество сердец мы сможем смягчить, скажем, пленить и сделать очень мягкими по отношению к нашим мусульманам. Они полюбят мусульмана, они полюбят приезжать к нам в гости, они полюбят мусульманские традиции, они полюбят мусульманский нрав. Вот то, как мне кажется, ради чего Всевышний испытывает нас. И то благо, которое может открыться нам, если мы проявим должное мусульманину смирение, поведение, кротость и обращение с людьми другой религии. Сто процентов, субханаллах. Жизак Аллахайра, машаллах. За вот эти вот сказанные вещи. Дорогой Хазарат, в сердце, конечно, в сердце есть много, много чего сказать, но благодаря вашим знаниям мы получаем подтверждение из жизни пророка Мухаммада, мир ему благословение, из жизни сподвижников. И огромное количество мусульман берут огромную пользу из этих пятничных наставлений. Искренне вас благодарю, Благодаря вашим знаниям, я, во-первых, беру знания. Суханаллах. И вот хотелось бы вот в конце тоже сказать, что сегодня не мусульмане делятся, так Аллаху Алим, в общем, на три категории. Это одна категория, которая не любит мусульман, как враги ислама, враги мусульман. Вторая категория, это те, которые показали плохую картинку об исламе, и они там увидели где-то телевизор и так далее, плохо думают. И третья, это которые как дети, которые вообще об исламе что-то не знают, которые им нравятся, мусульмане и так далее. Им нужно вот здесь, нужно показывать благо-нрав. И помнить то, что на сегодняшний день не смотрят люди то, что мы говорим, она наши дела смотрит. И чтобы дарва было больше амалия, больше делами. И Аллаху Алим сказал Пророку Мухаммаду, самому прекрасному человеку. Только помимо Аллаха, твое сердце, я, Мухаммад, было мягко по отношению к ним. Но если бы твое было бы сердце жесткое, то бы все бы отвернулись. Поэтому, Аллаху Алим, берем сунну Пророку Мухаммаду, будем, Аллаху Алим, добрыми. И, Аллаху Алим, это есть дарва. Есть дарва нашим охранникам, нашим, Ишанн, Раамам, призыв, Ишанла, 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 Ишанла. Субтитры создавал DimaTorzok,